Свою землю защищали когда-нибудь от воров, от домов своих? Стелла Владимировна, ну может сложиться такое ощущение, что вы его там принуждаете писать, как вы говорите, эксклюзивный репортаж в том ключе, в котором выгодно вам, я правильно понимаю? Но вы сами сказали, что он... Знаете, я когда начинаю задавать вопросы, говорю, перейдем на язык народный, как ты думаешь в меру своей распущенности. Если Ирина Крад пытала наших активистов, у нас цели немножко другие, мы защищаем город от таких, как Ирина Крад. Ну вообще говорят об Ирине Крад, что это очень сочувствующий вашему движению деятель. Не понял, а сочувствует кто? Что Ирина Крад это очень сочувствующий деятель, сочувствующий вашему, так скажем, движению за независимость Донбасса. Я говорю о том, что она делала. Она издевалась, она подвергала пыткам наших активистов. Слушай, Владимир, вы просто сказали... Это, конечно, плюс есть. Я правильно понимаю, вы хотите, чтобы свою точку зрения переменил и Островский? Если он не примет нашу точку зрения, мы его осуждать и казнить не будем, как в Китае это делают. А что вы будете делать? Мы нормальные, везливые люди. Если его не отпускают, значит, тому есть причина. Но как вы спорите с военным человеком? Сыла Владимировна, просто мне хочется понять, сколько это будет продолжаться и когда мы сможем... У Киева, спросите, пожалуйста, у Киева. Мы тоже надоели в комендантском часу ходить. У нас комендантский час был объявлен в 12. И сейчас мне ребенок говорит, что это Киев объявил 8 часов. Это что значит? Это действительно зачистка будет. Вы понимаете, что нам останками идут на мирных жителей? Вас это не интересует?